всем привет меня зовут надежда сергиенкова и любимая редакция сказала мне надя дуй на стажировку в театр только актер конечно из меня никудышный поэтому для меня нашли работенку попроще но не менее интересная за кулисами театра мне кажется здесь все самое интересное происходит интересно я сегодня смогу выйти на сцену мы пришли стажироваться должность машине сцены или я слышал об актерских каких-то достижениях я стажируюсь драматическом театре имени пушкина и конечно все сотрудники работают ради того что в итоге увидит зритель машинисты отвечают за монтаж сцены к спектаклям здесь этим занимается бригада из 8 человек задача на первый взгляд простая нужно собрать уже заготовленные декорации к театральной постановки а их за годы работы было сотни справка история театра пушкина в красноярске начинается в 1902 году именно тогда здесь открылся первый народный дом театр его построили в том числе на пожертвование горожан вместо сгоревшего здания которое располагалось в районе локомотива за 145 лет постановки театра пушкина неоднократно получили престижные награды сейчас в репертуаре пушки 42 спектакля которые показывают на трех сценах большой камерной и в малом зале главный режиссер театра олег рыбкин мы будем собирать сегодня декорацию на спектакль пастух и пастушка я смотрю что одни парни мускулистые 7 я слышал что в голландии есть девушки машинисты сцены да ну у нас на голландии вроде как не встречал девушек ну вот сегодня будет первый день что у нас здесь будет получиться должно к спектаклю это поле боя здесь будут военные действия происходить военные действия это мое обучение сегодня машинистом сцены не нужно специальное образование на такую работу обычно берут мужчин до 35 лет стажировка длится около трех месяцев обязательное условие пройти технику безопасности при работе на сцене важно знать устройство различных механизмов и технологию монтажа сценического оформления это и объемно жесткие и мягкие декорации чисто здесь долго не надо бери работой вообще театральный ритм он вполне себе такой размерен и своеобразный я вижу что все работает без остановки подготовка сегодняшней нашей сцены она по времени сколько займет около трех часов трех часов это вот это все за три часа мы соберем танк будет у нас там будет он будет варьере может выезжать до декорации к спектаклю пастушка и пастух по объему монтажа одни из самых сложных это постановка по повести оставьева сюжета любви разворачивается на фоне войны важную роль в спектакле играют и световые эффекты а самые простые декорации например на спектакле матрионин двор там из оформления сцены всего лишь несколько стульев но главное для нашей бригады подготовить все вовремя вот здесь располагается рабочее расписание для сотрудников и актеров театра каждый спектакль пронумерован и во-вторых есть генеральная прогона вот мы видим в 11 часов в 11 30 прогон пастух и пастушка то есть к этому моменту информация для нас для машинистов сцены все декорации должны быть готовы как это же театр работа связано с искусством она очень приятно пусть у нас не самый квалифицированный труд по большому счету что мы грузчики с обязательствами все наши коллеги это просто замечательнейшие люди то есть творческая обстановка присутствует естественно здесь без этого никуда материтесь когда стены материи но в меру ученые установили что мат и вот экспрессия повышает болевой порог человек это тайные символы что нам нужно а в аван аванс цена впереди стрелка стрелка на аван мир театра это ничего не понятно готовые декорации собираются как конструктор однако изначально подготовка к спектаклю это длительный творческий процесс справка на первом этапе театральные декорации появляются на бумаге в виде 3d чертежа или рисунка их разрабатывает художник спектакля вместе с режиссером после по эскизу изготавливается макет там прописываются размеры и параметры всех конструкций следующий этап изготовления декораций этим занимаются театральные мастерские процесс может занимать несколько месяцев а после премьеры декорации хранятся в специальных контейнерах на улице или на сцене это карман сцены собственно говоря здесь хранится декорация на разных так ли это спектакль странные соседи матушки пешеных здесь хранится декорация с этого спектакля вот достаточно высокие вставки тоже тяжелые и вот это все вручную тягать на это все берем два человека подставляем и так далее супергерои здесь насколько хватает декорации насколько они обновляются или как обязательно обязательно происходит ремонт подкрашиваю постоянно так опа все здесь собственно говоря не простая роль не только машинистов сцены но и у артиста вот здесь влазить залазить и в нужный момент появится работа машинистов сцены очень важна от них напрямую зависит безопасность актеров во время спектакля также важно чтобы все шло по сценарию одни декорации поднимались другие наоборот сцена театра устроена как живой организм который во время спектакля управляется помощником режиссера здесь управление светом управление штанкетами что такое штанкет штанкеты подвесной механизм он находится над нами у нас здесь 38 штук то есть во время спектакля вот здесь есть человек который управляет все камера для того чтобы следить за событиями происходящими где-то здесь можно не видеть допустим за кулисы происходящее на сцене и так далее микрофон по которому помню помощник режиссера объявляет помощник режиссера стоит за пультом да ну как диджей он да в какой-то мере мама над подготовкой сцены к спектаклю работает большая команда кроме монтажа декорации почти ни одна постановка не обходится без реквизита реквизит которым пользуются актеры мое обязанность входит варите еду который вот сегодня будет картошка в мундирах там капуста все это тоже реквизита да это тоже исходящий реквизит как мы говорим уходящий постельное белье стаканы крошки у нас он техника есть видите какая но на которой не не работающая это немецкие автоматы они игрушечные и у нас вот новая есть специально купленные вот папаша я вам скажу у русских получше а вы потрогать его она как настоящая да и тяжелый она имеет весь справка для оснащения спектакля в театре пушкина работает несколько цехов монтировочно-мебельный и декорационный они отвечают за создание монтаж ремонт и сохранность декораций также это реквизиторский и бутафорский цеха они занимаются более мелким реквизитом в распоряжении реквизитора в театре пушкина несколько помещений здесь собраны бутафорские предметы из разных эпох и спектакли елизавета по списку от главного режиссера подбирает нужные предметы и знает каждый уголок в своих кладовых мы начинаем как говорится как у нас говорят после читки пошли ножками мы все знаем откуда что и как и куда пошло да 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 это очень интересное там преступление наказание здесь лекарь поневоле наказание топор есть есть не настоящий это вот и чтобы можно было ну понятно также можно повредить актера и конечно же кровь которую зритель видит на сцене тоже не настоящая она хранится в специальных капсулах такую же использую для съемок кино но мы берем две бросаем в кастрюлю наливаем воды добавляем крахмал и получает такая густая кровь и он на себе на голову я не думала что задам этот вопрос когда антикровь съедобная вот это съедобная по правилам нашего проекта я как стажер все должна опробовать на себе становится страшно кисло и страшно справка красноярский театр пушкина планируется расширять на два здания проект реконструкции рассчитан на ближайшие годы там разместятся спец помещения для хранения театрального реквизита а также места для сборки и разборки декораций также в планах строительства дополнительные сцены репетиционные залы и даже театральное пространство на крыше наблюдать за жизнью театра за кулисами оказалось не менее интересно чем быть зрителям на спектакле все кто работают здесь будь то машинисты реквизиторы уборщики оказались очень творческими людьми мы прикасаемся к этому первым смысле ну мы прикасаемся к этому первым вопрос такая политическая штука как рассказал мой наставник работники сцены даже участвуют в спектаклях как актеры обычно когда нужна массовка и пастушка и пастух не исключение бригада машинистов будет задействована в сцене военного сражения и наконец декорации собраны и настало время генеральной репетиции уважаем артист уважаемых коллеги у нас следующая сцена массовая проходка немцев пожалуйста внимательно слушайте трансляцию спасибо господи пойду скоро приду к тебе и мы встретимся и там уже никто не в силах разлучить нас раз для тех кто не слышит два мне конечно не пустили поучаствовать в массовке потому что здесь повышенная техника безопасности на сцену но хотя бы буду стоять с оружием подавать его прикоснусь вот так прекрасно если ты работаешь в театре нужно привыкнуть к его ритму театр открыт шесть дней в неделю выходной только в понедельник в этот день отдыхают и актеры и цеха например машинисты сцены могут начать монтаж декорации 8 утра а закончить рабочий день в 10 вечера но для каждого кто здесь работает театр имеет особое значение что для вас работает вы любите свою работу мне нравится очень театр которые театре работают мне кажется не отличаются других сложно физически где-то эмоционально по-разному бывает а для вас театр это что на данный момент жизнь поработав целый день за кулисами театра я сделала такой вывод следующий раз когда приду на спектакль зрителям я буду знать что та самая магия театра это не только игра артистов но и работа огромной команды сегодня познавали тонкие грани искусства надежды сервейен кого иван дрофеев